Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня я вам покажу мои и не только мои партии, которые игрались с так называемыми читерами. Кто такие читеры? Читеры, ну или еще иначе их называют прожники, это те люди, которые во время партии в шашке пользуются подсказками компьютерных шашечных программ. Ну и вот первая типичная партия с прожником под ником HelloMurad. Почему я так уверенно говорю? Потому что мы заходим в профиль вот этого HelloMurad и видим, видите, написано, этот игрок пользуется подсказками шашечных программ. То есть, ну тут даже вопросов нет. Первая партия, значит, CB4. Я играл черными, прожник играл белыми. Ну, партия интересна с творческой точки зрения. Чем? Тут встретился анализ, мог встретиться анализ гроссмейстера Валентина Абаулина. Чемпион СССР, кстати. Я путаю соперника и играю дебют ков. Ну, дебют такой пассивный, но иногда можно сыграть. Тем более, мы с этим соперником играли с контролем времени 1 минута на партию плюс секунда на ход. То есть, так называемый супер блиц. Ну, обе стороны развивают свои сильные левые фланги и белые меняются на поле B4. Я выжидаю, играю EF6, белые играют по центру, GF4. Здесь я решил ослабить немножко давление белых и напал. Белые играют ED2. И вот здесь, конечно, плохо бить вот в эту сторону. Здесь у черных будет преимущество, допустим, после HG5 и размена назад. Но мой соперник четко бьет на поле F4. Точный ход. Я выжидаю. Вот этот ход, кстати, уже проигрывает, друзья. Правильно, конечно, было играть FG5 и после хода FE5 играть DC7. Здесь еще есть ничья. Но я же не знал, что я играю с читером. Я думал, что это человек. А здесь по-человечески еще непонятно, у кого преимущество. То есть, я сыграл HG7, белые выжидают CD2. И я играю BC7. Здесь читер играет ход, делает неожиданный HG3. Ну, какому человеку в здравом уме вообще захочется делать этот ход? Тем не менее, он был сделан. Я думаю, что у меня здесь преимущество. И нападаю FG5. Читер отходит, FE5. И после нападения CB6 неожиданно жертвует шашку. Партия обострилась до предела. Непонятно с точки зрения человека, у кого лучше. Читер нападает, DE3. И здесь я начинаю понимать, что у меня плохо. То есть, видите, шашка отыгрывается. Белые затем постепенно строятся и просто проходят дамки. Поэтому мне пришлось обратно жертвовать шашку. Но я еще надеюсь на ничью. Играю DE7. То есть, какая идея? Нельзя отходить. Потому что я просто разменяюсь. Ну и партия, скорее всего, закончится ничьей. Такая идея. Читер здесь снова жертвует шашку. И снова нападает. Снова я понимаю, что у меня плохо. Но еще надеюсь на ничью. Отдаю шашку лишнюю обратно. И жертвую свою шашку. Надеюсь, что за счет этой связки здесь я смогу сделать ничью. Но здесь ничьей нет. После хода АБ6 читер играет АБ4 с идеей разменяться. Поэтому приходится нападать. Ну и на ход на нападение Б5 просто меняется. Вот таким образом. Ну и здесь мне пришлось сдаться. Кстати, друзья, хочу вам показать, что кроме хода АЖ3, вот как сыграл читер, здесь был известен анализ гроссмейстера Валентина Абаулина. То есть там каких-то 50-х годов. В этой позиции, кроме хода АЖ3, выигрывал ход ДЕ3. Вот это уже чисто человеческий ход. В чем идея? Нельзя играть ФЖ5 из-за красивой комбинации. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Типичная комбинация для коловых позиций. Играем ЕД4 и затем ЦБ6. И выясняется, что куда бы черные не побили, они проигрывают. То есть если бить сюда, тогда прорываемся в дамки таким образом. Если бить сюда, тоже так же. А если бить 3, то белые бьют тоже 3 шашки и постепенно выигрывают. Вот это, друзья, чисто человеческий анализ. Если в этой позиции черные выжидают ФЕ7, тогда белые также выжидают ЕД4. Видите, снова нет нападения ФЖ5 из-за такой же комбинации. АЖ3 и ЦБ6. Например, побили сюда, сюда. Ну это так же выигрыш белых. Если же в этой позиции черные не нападают, допустим, играют ЦБ6, тогда уже просто меняемся ФЖ3. И видите, не даем нападения ЦБ6 из-за хода АЖ3. И белые снова прорываются в дамки с выигрышем. Если же играть, допустим, ФЖ5, тогда просто меняемся СД6. Вот это, друзья, анализ чемпиона СССР гроссмейстера Валентина Абаулина. Вот этим партия и ценна. Следующая партия вот с этим тоже прожником. Снова я играл черными. ЦБ4, ФЖ5, ЖФ4. Снова пытаюсь запутать его. Я же не знаю, что это прожник. Белые меняются, БЦ5. Я нападаю ЦБ6. Логичный ход, АЖ3. Здесь, в принципе, никаких особо красот не будет. Просто партия интересна с технической точки зрения. То есть, как надо давить белыми от подобных позиций. Ну, черные развивают свой сильный левый фланг. Белые подтягивают шашки ближе к центру. Полностью, видите, оккупировали центр. И вот здесь черным уже пора, наверное, меняться. То есть, снизить давление. Разменяли кол. Ну и здесь как-то уже дышится посвободнее. Белые играют БЦ3. Я играю АБ6. И вот здесь белые делают четкий ход. ДЕ5. То есть, после размена ДЕ7 у белых преимущество сохраняется. Далее в партии было АБ2, ЕД6. БА3, АЖ7. ЦД4. Белые за счет переразвития и центра стоят гораздо лучше, конечно. Грозит ДЦ5. Поэтому мне приходится меняться назад. Далее в партии белые продолжают атаку. ЦД6. ЦД2, ЖФ6. ДЦ3. То есть, на такой ход уже хотят полностью оккупировать центр. Поэтому я разменялся. Тоже партия по минутке. Видите, то есть, время у белых, у черных видно. Белые продолжают атаку. Жесткий ход ЕД4. Мне надо отходить. И затем играют АБ4. Я еще надеюсь на ничью. Наивный. В партии с читером. ФЖ3, БЦ5, ЖХ4. Ну, в принципе, черные грозят построиться. И здесь постепенно прорваться по ослабленному правому флангу белых. Но не тут-то было. Белые четко атакуют по центру. То есть, видите, в начале и в середине партии поле Е5 занимать нельзя. Но в данном случае ход ДЕ5 очень сильный. Потому что силы черных, видите, разрезаны пополам. Вот эта шашка Е5, она еще более усиливает давление. Я играю АЖ5. Белые играют СД6. Ну, и после хода ЖХ2 белые четко играют Е2. Я играю Б7. Белые СД4. Я разменялся. То есть, здесь уже видно невооруженным глазом, что у черных будет прорыв. Ну, белые спокойно нападают. ДЕ5. Я отхожу. Белые также отходят. И после нападения белые здесь красиво выиграли. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белые. Белые играют Е6. Жертвуют шашку. И просто играют ФЖ7. Какая идея? Ну, мне надо играть ДЕ3. И после постановки черными дамки на поле H8, видите, нельзя играть ЕД2. Потому что последует жертва. И белые выиграют. Если же, допустим, отдать шашку в эту сторону и пойти в дамки, тогда белые наносят удар по затылку. Вот таким образом. Ну, и также легко побеждают. В партии поэтому я отдал шашку в эту сторону. Ну, и здесь быстро проиграл. То есть на ход ЕД2 белые меняются и легко выигрывают. Вот такая техничная партия со стороны читера. Следующая партия. Белыми играл мастер спорта Иван Смурков из города Ярославль. Против некого шашиста, который в турнире занял первое место. Многие из вас видели стрим. Я этому шашисту трижды проиграл. Даже в ничью ни разу не сыграл. Иван Смурков также ему дважды проиграл. Я анализировал его партии тоже. Этот шашист в дальнейшем удалил свой аккаунт после этого турнира. Поэтому я тоже думаю, что это, конечно же, прога. Смотрите, в этой позиции Иван ошибся. Ну, леталка белая Д2 летит на G5. Черная А6 летит на H4. В этой позиции, конечно, надо играть СБ4. То есть, черные здесь не могут развивать свой сильный левый фланг. Допустим, на ход Ж6 последует СД2. И будет примерно равная позиция. Если же черные в этой позиции играют ФЕ5, тогда белые делают стандартный двойной размен. Ну и позиция постепенно уравнивается. После же хода Ж6, позиция белых становится подозрительной. Возможно, даже уже проигранной. Черные занимают бортовой пункт. Б5 играют. Ну и на ход СД2 выжидают АБ6. То есть, не дают белым нормально развивать их сильный левый фланг. Поэтому приходится играть ЖФ4. Вот в этой позиции любой нормальный Ш6 сыграл бы ФЕ5. Этот ход, конечно, просится. Но Четерок играет ФЖ5. Вообще непонятный с точки зрения человека ход. Здесь на ход СД4 так сыграл Иван. Черные играют ЕФ6. То есть, видите, за счет ослабленного пункта С1 белые не могут выиграть шашку, так как черные попадут в дамки. Поэтому Иван здесь играет максимально жестко. Он меняется, размен 2 на 2 и грозит выиграть шашку. Поэтому черным надо отходить. И белые играют ЖФ2. С точки зрения человека позиция примерно равная. Но с точки зрения читера это легкий выигрыш. Здесь черные провели очень красивую и разгромную комбинацию. Поставьте видео на паузу и попытайтесь найти выигрыш за черных. Черные неожиданно играют АЖ3. В чем идея? То есть, видите, нельзя бить в эту сторону, потому что черные отдадут еще одну шашку и прорвутся на преддамочное поле. Ну и легко выиграют. Поэтому Иван Смурков после жертвы АЖ3 правильно бьет на поле Ф4. А здесь следует стандартная комбинация. БЦ5 после размена, видите, образовался так называемый шлагбаум. Черные пропускают белых дамки. Но эта дамка тут же ловится. И черные очень красиво побеждают. Я показал эту партию международному гроссмейстеру Евгению Кондраченко. Он сказал, что вот эта вот комбинация это что-то новенькое. То есть, до этого в шашечных анналах истории данная идея еще не встречалась. Вот, видите, друзья, читерок также открыл новую идею в шашках. Следующая партия тоже играл я белыми против читера на сайте Logic Games в Санкт-Петербург. Там, конечно, в основном играют любители. Но можно отточить свое, так скажем, умение атаковать на любителях. Тем не менее, иногда вот встречаются читеры. Я играл белыми. АБ4, БА5. Пытаюсь запутать соперника. Играю такие, ну, так скажем, не сильнейшие дебюты. БА3, АБ6, ЕД4. Ну, в принципе, этот дебют надежный. Здесь за белых проиграть довольно-таки тяжело. Они стоят неплохо. Черные меняются. Прошу прощения, набортик, да, сильнейший размен. И я меняюсь GF4. То есть, грыжу сыграть БЦ5. Поэтому надо черным меняться ДЕ5. Здесь я играю ДЕ3 с идеей разменяться СД4. И вот здесь читерок делает неожиданный ход. HG5. С точки зрения человека не совсем понятный ход. По-человечески хочется сыграть либо HG7. Ну, тогда последует СД4. Либо Fe7, как я люблю играть. То есть, на ход Fe7 уже можно разменяться вот таким образом. И если белые побьют назад, тогда я вот за черных обычно играю этот вариант таким образом. Ставим тычок и у белых позиция хуже. То есть, у них отсталая шашка 1. Плюс им рано или поздно придется разменивать тычок черных. И поэтому у черных будет преимущество. Довольно-таки ощутимо. Ну, читерок играет HG5. Я, естественно, размениваюсь. Не ожидаю подвоха. Я не знаю, что это читер. Ну, и далее партия развивается уже, так скажем, логично. СД6, АБ2. HG7, БЦ3. Обе стороны подтягивают свои силы ближе к центру. И черные делают логичный ход. GH4. То есть, мешают мне вывести отсталую шашку H2. Я поэтому играю ЕF4 с идеей разменять отсталую шашку. Ну, и постепенно уравнять позицию. ДЕ7, HG3. Меняясь. ВЦ5. Я играю GH4. С идеей поставили угрозу попасть в дамки. Черные, естественно, это вы видите, закрываются. Далее, ЖF2, FG7. Fe3, G6. Здесь я вспомнил эту позицию. Она встречается у меня в анализе дебюта. Гибельное начало. То есть, эта позиция часто встречается на практике. Поэтому я, конечно, знал, как тут защищаться. Я правильно нападаю СД4. Ну, меняться плохо, видите. Потому что черные играют ДЕ5. На такой ход зайдут в люки и выигрывают. Поэтому приходится сюда играть. Тогда играем ЕF4. И здесь прорыв белым не приносит дивидендов. Потому что черные легко выигрывают. Ну, например, таким образом. Видите, надо прорываться. Тогда ставим дамку на Ж1. После хода Fe5 просто играем дамкой на С5. Грозим обрезать белых. А если белые играют ЕF6, тогда выигрываем стандартным приемом. АБ4, ну, и на любой ход, видите, работает так называемый трамплин. Черные легко побеждают. Я, конечно, в партии знал эти варианты. Поэтому не сыграл ФЖ5. Сыграл СД4. Это правильный ход. Черные меняются вперед. Здесь белым надо меняться, естественно. Черные играют ДЕ5. И вот здесь проигрывает снова напрашивающийся ход. Ж6. Я тоже разбирал этот ход. В чем идея? Черные играют СД4. То есть нет хода СБ2 из-за удара ДЦ3. И белым придется сдаться. Если же белые жертвуют шашку и пытаются прорваться, здесь простой выигрыш. Играем ЕF6. То есть сюда дамку не поставишь, она будет заперта. А если белые играют дамкой на Ф8, то, видите, они ограничены вот этими двумя полями. То есть они вынуждены играть либо на поле А6, либо на поле Ф8. Других ходов у них нет. То есть такого хода никогда нет из-за удара. Поэтому здесь черные легко побеждают. Просто двигаем, двигаем. Ну и после нападения здесь уже надо жертвовать ДЕ3. Пусть им играть СБ2 с идеей поймать дамку черных. Ну, можно просто сыграть ЕД4. И после размена просто занять большую дорогу с выигрышем. Такой несложный выигрыш. Я все знал эти варианты. Поэтому в этой позиции после размена и хода ДЕ5 правильно играют ДЦ3. Черные меняются назад. И вот здесь ничья ведет лишь жертва. АБ4. Остальные ходы проигрывают. Затем я играю АСЖ5. Ну и после хода ФЕ7 играю СД2. То есть, видите, мы заставили сдвинуть черных важную шашку Ф8. И здесь уже успеваем прорваться в дамки. Вот здесь, кстати, тоже прикольная ловушка есть. Я ее нашел. Смотрите. Если поставить дамку на АСЖ8, это уже проигрыш. Черные просто идут в дамки. Ну и напрашивающийся ход ДЕ3. Ну, черные грозили поставить дамку и затем поймать дамку белых. То есть, ДЕ3 надо играть. Здесь у черных красивый выигрыш. Тоже можете поставить видео на паузу и попытаться его найти. Красиво жертвуем шашку. И просто ставим дамку. И белым выясняется, что просто некуда прилично пойти. На любой ход черные легко выигрывают. Вот такая прикольная ловушка. Я знал эту ловушку, естественно. Поэтому в этой позиции сыграл ДЕ3. Правильно. Черная игра GH2. Я играю ЕФ4. Ну и на постановку дамки также ставлю дамки. Ну здесь, в принципе, по-человечески тоже хотелось сыграть, допустим, дамкой на А7. Ну, четирок сыграл дамкой на Б6. Здесь, кстати, тоже прикольная идея. Смотрите. Я иду на Ф6. То есть, с человеческой точки зрения, на А7 логичнее сыграть. То есть, не давая ход ФЖ5 из-за того, что дамка белых ловится. Видите? Вот это как бы логичный ход. Но черные играют на Б6. Вот здесь, в принципе, надо было уже вести шашку в дамки. Но я ошибся. Я сыграл на Ф6. Черные напали. И здесь я допустил решающую ошибку. Я напал ФЕ5. Тоже можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за черных. Он, в принципе, несложный. Черные сыграли ДЕ7. Я побил. И просто нападают по большой дороге. Выясняется, что ничьей здесь неожиданно нет. То есть, максимум, что могут белые, это отдать шашку. Допустим, таким образом. И увести шашку на А3. Тогда черные проводят обе шашки в дамки. Строят боевую позицию. То есть, загоняют их по линии. Кто не знает, как тут выигрывать. Так называемые боевые позиции. Подсказку оставлю в верхнем правом углу. Посмотрите. Это выигрыш. То есть, в партии я пошел после нападения. По-моему, отдал шашку. Играю в БА7 с идеей поймать дамку. Но черные просто отошли. Ну и на ход АБ6 просто напали. То есть, здесь уже черные просто бьют шашку. И легко выигрывают. Вот именно так я и проиграл. То есть, видите, друзья. Даже при использовании программ. Все-таки человек может найти. Соперник читера. Может найти интересные моменты. Конечно, если он опирается на теорию. На знания, которые добыты людьми. Но вот с точки зрения читера, конечно, вот эта игра вызывает недоумение. То есть, видите, человек ничему не учится. По сути, он деградирует. Я не знаю, зачем читеры используют программы. То есть, с моей точки зрения, это максимально тупо. Ну и со своей точки зрения скажу, вот что я испытываю после игры с читерами. Я испытываю максимальное опустошение. То есть, не хочется играть в шашки после вот таких обидных поражений. Ну, как минимум месяц. То есть, я вот хочу обратиться к этим читерам, прожникам. Ребята, если вы используете программы, знайте, что вы просто несете людям зло. После этого люди прекращают играть в шашки. Им просто становится обидно. Друзья, пишите ваши мысли. Что вы думаете по поводу игры с читерами? Кем вы их считаете? До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.